Более 200 спортсменов из различных регионов России приняли участие в международном турнире по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в станице Преградного Рубского района. Соседание посвящено победе в Великой Отечественной войне. В течение двух дней проходила жесткая борьба между спортсменами за призовые места. За ходом соревнований наблюдал Алихан Лепешоков. В течение двух дней в физкультурно-оздоровительном комплексе «Родина» проходит международный турнир по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Сейчас проводятся схватки за призовые места. В турнире принимают участие именитые спортсмены из различных регионов России. Судьи турнира отмечают, что такие соревнования позволяют борцам различных уровней мастерства делиться опытом, но самое главное воспитывают у молодых вольников выносливость. На наших соревнованиях участвуют более 200 участников со всех субъектов нашей страны. Есть, конечно, у нас победители первенства России этого года, которые будут представлять нашу страну на первенство мира, на Европу. На Европе кто будет представлять. Призеры первенства Европы среди юношей участвуют. В последнее время вот видно, как именно представители Карачаевской, Черкесской республики, как представляют свою республику. Есть победители первенства России этого года. Ребята, которые будут представлять республику на первенство Европы среди младших юношей. Этот турнир – прекрасная возможность улучшить технику борьбы и подготовиться к более масштабным соревнованиям, отмечают спортсмены. Каждый из них демонстрировал на борцовском ковре стойкость духа и волю к победе. Изначально работали над тренировками, чтобы хорошо подойти в форме к соревнованиям. Соперники хорошие, все на хорошем уровне. Все боролись, имеют очень хороший опыт. Надеемся на первое место, как все приезжие участники. Чувствуется уровень и мы очень рады, что можем принять участие в таком турнире, отмечают тренеры. На финальных схватках было видно, как каждый из них переживал и всей душой болел за своего воспитанника. Для наших ребят, конечно, они не впервые. Мы ездим по многим соревнованиям, но само собой организации такого, я подобного нигде не видел, честно говоря. И здесь призовые, и имеется в виду сама организация, питание, проживание за свой счет. Такие прекрасные условия нигде не были нам созданы. В итоге в ходе финальных схваток определились победители международного турнира по вольной борьбе. Большую часть золотых медалей завоевали борцы из Урубского района. На втором месте спортсмены из Республики Дагестан. И на третьем участники из Ногайского района. Всех победителей и призеров наградил медалями и кубками руководитель администрации главы правительства Карачаева Черкесии Мурат Озов и представители правительства республики. Али Ханепшоков, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район.